МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионный ущерб. Рекордный град за несколько минут оставил без урожая жителей села в Каргатском районе. С веником на защиту традиций жители Новосибирска устроили пикет против передачи муниципальной бани частным владельцам. В горы за будущими победами юные новосибирские борцы тренируются перед сезоном в непривычных условиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На трассах Новосибирской области откроют больше 20 современных пунктов весового контроля. Так, сотрудники ГИБДД и автодорожного надзора планируют следить за соблюдением новых правил перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов. Они вступили в силу в России две недели назад. Теперь все, что доставляют самосвалы и фуры, классифицируют как делимые, например, щебень, кирпичи или ящики с продуктами, и неделимые материалы. К последним относятся трансформаторы, сельскохозяйственная и строительная техника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас у нас не будет права выдавать разрешение на груз, если этот груз делимый. Это, конечно, касается перевозки инертных материалов. Если раньше перевозчик мог прийти и добросовестный перевозчик заплатить причиняемый ущерб дороге, он везет, допустим, 50 тонн, он за эти 10 тонн заплатит, то сейчас такого права нет. То есть он обязан этот груз разделить и везти тот груз в соответствии с теми документами, которые есть, в соответствии с действиями законодательства. По новому закону контролировать массу фур и самосвалов должны не только водители и владельцы транспортных компаний. Отныне это обязанность грузоотправителей, начальников торговых баз и складских комплексов. Если весы покажут, что машина тяжелее, чем надо, оштрафуют всех. И еще одно нововведение. Специальные разрешения на перевозку опасных грузов по областным трассам больше не выдают в муниципалитетах и в территориальном управлении автомобильных дорог. Теперь этим занимаются сотрудники Сибирского госавтонадзора. Мы проводим согласование маршрута, проверяем наличие транспортного средства в списке включения его транспортного средства в реестр категорированных объектов и после этого, после уплаты госпошлины на 1300 рублей, выдаем спецвозрешение сроком до одного года. В Каргатском районе выпал град рекордных размеров. В зоне непогоды оказалось село Сумы. Особенно от стихии пострадали посевы пшеницы местного фермера. Масштаб нанесенного ущерба только предстоит оценить. Подробности далее. Вот такой град на протяжении 10 минут падал на дома, машины и огороды жителей села Сумы. Стихия прошла полосой, зацепив несколько улиц и полей. К счастью, люди не пострадали, а вот капуста, помидоры, огурцы и цветы испорчены. Окна домов разбиты. Автомобили, которые не успели загнать в гаражи, теперь в многочисленных вмятинах. Во-первых, проснулись от шума. Первое, что впечатление было – сильный шум. Тихий, конечно, но шум, неприятные ночи ощущения. Потом началось медленное падание вот этих камушков по железу. Стихий погубил и посева пшеницы. Сергей Иванович, фермер, говорит, все произошло ночью за считанные минуты. И в полях масштаб катастрофы хорошо виден. Вот они колоски, пожалуйста, что осталось. Теперь уже ничего не возьмем полностью. Вот оно все на низу лежит. Крах. Большая часть урожая – это около пяти сотен гектаров – уничтожено. Также начинающий фермер серьезно вложился в увеличение поголовья скота. Построил животноводческие помещения, реконструировал ангары. Надеется Сергей Иванович на помощь областных властей. На месте уже побывала специальная комиссия. Известно, что ущерб исчисляется миллионами рублей. Светлана Федорова, Алексей Гаврилов, Новости ОТС. Традиция, которую могут лишить. Сегодня в центре Новосибирска на пикет вышли люди с вениками и тазами. Люди возмущены идеей городских властей закрыть на реконструкцию единственную на три района общественную муниципальную баню и временно передать ее в частные руки. Что беспокоит собравшихся и почему они считают, что ремонт зданию не нужен, расскажет Александр Могилин. Мы любим свою баню, мы не хотим ее никому отдавать. Не хотим, чтобы за счет нас за последнее уже все наживался кто-то. Пусть они подумают как следует, что они делают. Опасения любителей попариться не беспочвены. Совсем скоро эту баню закроют на реконструкцию. Ее будет проводить не муниципальная, а частная компания. За свой счет. Взамен городские власти передадут заведение предпринимателям на несколько лет. Такой поворот событий не устраивает участников пикета. Все бани закрыты. Кропоткинскую закрыли, Федоровскую закрыли. Вот здесь я имею в виду. Последнюю баню хотят закрыть, вот в этом округе. В эту баню не только люди ходят, которые здесь живут. По условиям консессионного соглашения после ремонта новые владельцы будут пускать льготников попариться только один день в неделю. Сейчас можно в любой из пяти рабочих дней. Пенсионеры уверены, их права ущемляют. Почему толстосумом все, а тем беднейшим населением, к которому относятся пенсионеры, значит, тем ничего, даже последнюю радостью людей, чтобы помыться в человеческих условиях, даже это готово. Сотрудники бани тоже недоумевают. Получили уведомление о сокращении через два месяца. И дело не только в том, что люди потеряют работу. Им непонятно, зачем вообще нужна глобальная реконструкция, да еще и от частной фирмы. Здесь два года назад был ремонт, достойный ремонт. Мы на долгое время закрывались. Трещин каких-то таких или повреждений я не заметила. Но делалось все очень хорошо, и я знаю, что на это очень было большие средства потрачено. Единственное, что действительно нужно сделать – отремонтировать фасад здания и укрепить фундамент, считают участники пикета. Но нужно ли для этого закрывать баню и передавать ее кому-то? Любители попалица намерены защищать место своих встреч и отдыха до последнего. Написали резолюцию. Отправим ее локтю. Локтю и в Москву, в Красную площадь Путину. Если это не поможет, нам не ответят. Мы будем подавать в суд. Консессионера, которому передадут баню, власти Новосибирска пока не нашли. И учреждение еще работает. Протестующие хотят использовать это время, чтобы убедить мэрию оставить все как есть и не отдавать здание, пусть даже на время, в чужие руки. Александр Могилин, Василий Тополев. Новости ОТС. Неделя, насыщенная событиями. 20 школьников заехали в реабилитационный лагерь для подростков, победивших онкологические заболевания. Как проводят время сильные дети и почему в лагере запрещено говорить о болезни, узнала Виктория Рыжих. Стрельба из лука, театральный кружок и занятия по робототехнике программа дня для этих ребят расписана по минутам. Главная задача лагеря – побороть страх общения с незнакомыми детьми и просто вернуться в обычное детство. Каждый из них уже одержал в своей жизни самую важную победу, награда за которую – сама жизнь. Оля в лагере впервые. Говорит, очень нравятся вожатые, а еще любит настольные игры и участвует в театральной постановке. Мы ставим сценку сейчас. Мы там играем. Там у нас как сказка получается. И песни пели там. Диане 11 лет и она видит себя в спорте. Больше всего нравится играть в футбол. Мы в прошлом году играли. Очень хорошо в этом же лагере. В этой смене дети одни. В следующей участие примут 11 малышей от 4 до 6 лет. Уже с мамами. Еще здесь развивают сиблинг. Это когда ребенок приезжает не один, а с братом или сестрой. Занимаемся не только с ребятишками здесь и психологи, и врачи, и диетологи. Но и параллельно я сразу же направляю группу, работаем с родителями. Волонтеры сразу предупреждают о болезни с детьми не говорить. Весь смысл реабилитации, забыть тяжелое лечение и стать обычным ребенком может пойти на смарку. В лагере преимущественно дети, у кого продолжительная ремиссия 5-6 лет. Реабилитационный лагерь для детей, победивших онкологические заболевания, работает уже третий год подряд. Поскольку программа смен достаточно насыщенная, заезд длится не 21 день, как в обычном лагере, а только неделю. Все это время с ребятами работают волонтеры, которые прошли специальные обучающие тренинги. Василина – филолог по образованию, но уже три года помогает детям. Сначала как волонтер, потом стала сотрудником благотворительного фонда. Первый раз, когда ты не знаешь еще, есть определенная тревога. Потому что тебе кажется, что это какие-то такие особенные дети, с которыми надо как-то по-особенному общаться. Но со временем ты понимаешь, что все-таки это не так, это в первую очередь дети. И с ними нужно общаться просто как с детьми. Отличительная особенность всех игр этого лагеря – в них нет соперничества. Каждый выходит победителем. Также в смене прогулка на лошадях, встречи и катания с байкерами и школа журналистики. Виктория Рыжих, Евгений Агеев. Специально для новостей ОТС. Вместо свалки – зеленый уголок. Новосибирские экологи показали, как без особых затрат сделать чистоту и экологичность стандартом городской среды. Вместе с жителями общественники привели в порядок территорию одной из школ. За процессом наблюдала Елена Медведик. Павлик, Миша, Марина и Леночка – это именные деревья. Совсем скоро их посадят на место бывшей свалки. На благо всем окружающим. В экологическую приемную поступило заявление от жителей Ленинского района. Вот уже несколько лет недалеко от 86-й школы валяются кучи мусора. Его периодически убирают, затрачивая на это сотни тысяч рублей. Но снова и снова свалка возникает на том же самом месте, источая зловоние и портя внешний вид пришкольной территории. Сейчас на площадке Горсовета разрабатываются новые критерии городских стандартов. И экология, как критерий для уровня и качества жизни населения, очень нужна. Взаимодействие бизнеса, власти и общества дает такую возможность. Эту свалку общественники помогли устранить уже через два дня. Важным считают участие в акции местных жителей. Как правило, люди, когда сами жители местные принимают участие, сами с детьми приходят, высаживают деревья, они неравнодушны становятся. Цель акции – идею зародить в обществе, что не мусорить – это модно, и воспитать население. Мы сегодня видим, очень много детишек маленьких было. То есть они уже растут, и они уже воспитаны, что так делать не надо, должно быть вот так. Я один раз видела бабушку из того же нового дома. Просто так шла с двумя пакетами, туда вот так вот обросила и все. Мусор убрали быстро. На место бывшей свалки приехал КАМАЗ, высыпал землю. Взяв руки лопаты, мужчины-активисты разровняли будущую зеленую зону и вырыли лунки. Для самых бессовестных нарушителей экологического порядка повесили объявление. Теперь штраф в заброшенный мусор – 5000 рублей. Наконец, настал звездный момент детвары. Ребята вместе с помощниками бережно высадили свои деревца. Теперь по дороге в школу будут присматривать за своими зелеными питомцами. А теперь куда? Туда вот двигайся. Туда двигайся, и ты уже вымыкаешь. Так, без особых затрат, общественники решили проблему отдельно взятого микрорайона. Свой опыт они планируют предложить рабочей группе при Горсовете, которая займется разработкой современных стандартов в комфортной городской среде Новосибирска. По их мнению, экологическая безопасность должна стать нормой для современного мегаполиса и заботой каждого жителя. Елена Медведик, Алексей Погодин, Новости ОТС. Борьба в горах. Новосибирские спортсмены готовятся к новому сезону на Алтае. Тренеры вывели формулу, благодаря которой можно улучшить показатели атлетов в несколько раз. Секрет юных борцов узнала Елена Щербакова. На старт. Внимание, марш! И так каждое утро. Не просто зарядка, а бег в гору, закаливание в Катуни, привычный ковер заменили газоном. Такие сборы проходят на Алтае уже 12-й раз. Тренеры уверены, на равнине таких результатов не достигнуть. Здесь очень большие возможности для роста детей. Вот сегодня мы принимали нормативы, ежегодно мы так делаем. За 10 дней пребывания нормативы улучшаются порядка 40-50%. То есть на равнине где-то такого невозможно достичь. Все ребята занимаются борьбой не первый год. Сюда приглашают самых сильных спортсменов. Работают не только над физической подготовкой. Борьба не просто спорт. Это особое отношение к жизни. Добрее становятся люди друг друга. Мы их все равно воспитательную работу ведем, чтобы к старшим нормально относились, к младшим почитали. Ну и вот это самое. Ну вот как отец у нее всю жизнь говорил, относись к другу, как к самому себе доброе придет. Будешь кривить душой, такой кривой в три раза больше придет. Геннадий Санатович – главный наставник и одновременно гостеприимный хозяин. Юные спортсмены живут на его базе бесплатно. Тренер несколько десятилетий мечтал построить усадьбу на Алтае, чтобы здесь могли заниматься молодые борцы. Мечта сбылась. Я не знаю, что делать. Сборы только начались. Борцы проведут здесь две недели. А уже в сентябре отправятся на соревнования. Елена Щербакова, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Домой с бронзой сборная Новосибирской области вернулась чемпионат России по легкой атлетике. В заключительный день соревнований бронзовую медаль в копилку нашей команды принес 21-летний Виктор Бахарев. В беге на дистанции 3000 метров с препятствиями Новосибирец боролся за серебро с московским бегуном, но уступил тому менее секунды. Напомню, чемпионат России проходил в Чебоксарах и по его итогам будет сформирован состав национальной сборной на чемпионат мира в Пекине. И на этом пока все. Полная картина дня в итоговом выпуске новостей ОТС в 21.30. До встречи.